МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Вести экономика сообщает. Министерский мониторинговый комитет по выполнению сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК рекомендовал отменить апрельскую министерскую встречу Альянса. Кроме того, комитет призвал все страны ОПЕК-плюс полностью и своевременно выполнять обязательства, а также принял в свой состав Ирак, Казахстан, Нигерию и Объединенные Арабские Эмираты. Заседание состоялось накануне. Комитет создан для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке. Еще одна страна запретила полеты лайнеров Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. Теперь это Алжир. Ранее это сделали еще более полусотни стран. В ответ на массовые запреты президент компании Boeing заверил, что компания делает все, чтобы повысить уровень безопасности лайнера. Запреты на полеты Boeing 737 MAX связаны с падением самолета в Эфиопии. Тогда погибли 159 человек. Это уже второе крушение Boeing за полгода. Первая катастрофа произошла в октябре в Индонезии и унесла жизни 189 человек. Эксперты пришли к мнению, что происшествия схожи и могут иметь общие причины. А именно это сбой в системе управления самолетом, передает телеканал «Россия-24». Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин назвал сроки выдачи жилья для многодетных семей, передает «Тенгли Ньюз Кейзет». На заседании правительства он обратил внимание Акимов на дальнейшее развитие жилищного строительства. «В этом году мы должны ввести 13 миллионов квадратных метров жилья». Акимов нужно ускорить темп работы по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры. К тому же надо соблюдать единый архитектурный облик в жилищном строительстве. Данное поручение исполняется только в Актюбинской, Североказахстанской и Кастанайской областях. В остальных регионах эта работа только начинается», сказал глава правительства. Премьер-министр также напомнил, что в программу Нур-Лыжер внесены изменения. «Жильем будут обеспечены порядка 6 тысяч многодетных семей в течение пяти лет. С 1 мая мы приступим к распределению квартир нуждающимся. В течение двух лет льготный заим получат 22,5 тысячи семей», добавил премьер-министр. «Вести экономика» передают. «По данным американского журнала общественного здравоохранения, задолженность по медицинским расходам чаще приводит к банкротствам, чем долги по жилищным и образовательным кредитам. Огромные долги за медицинское обслуживание стали одной из основных причин личных банкротств в США. Как отмечает журнал, это уникальное американское явление обусловлено рядом факторов, в том числе растущим отсутствием страховки, дешевой страховкой и огромным количеством ошибок в медицинской системе выставления счетов. Зафиксированы и случаи, когда в некоторых штатах больницы должны были оказывать благотворительную помощь определенным пациентам с низкими доходами и тем, у кого нет страховки. А вместо этого учреждения выставляли таким больным счета. Футболист туринского Ювентуса Криштиану Роналдо перед тем, как впервые после долгого перерыва прибыть в расположение сборной Португалии, успел слетать в Испанию на промо-мероприятие. Португалец в Мадриде открыл новую клинику по трансплантации волос. Теперь свои интересы в индустрии медицины и красоты Роналдо решил вывезти за пределы родной Португалии, где у него уже есть с десяток клиник, сообщает Россия 24. На самом мероприятии футболист заявил, что помимо футбола он увлечен здоровьем, технологиями и исследованиями в области пересадки волос. По признанию Роналду, для него эта сфера является именно тем, куда он хочет вкладывать деньги. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы Деловые новости ТО Торговый Дром Нуртас ТО Торговый Дром Нуртас